привет народ всем привет ну что мы снова на аршин самку правда заезжаем и на него с другой стороны и в этот раз мы поедем на другой самолет мы вычислили координаты выявили выяснили собственно сейчас будем искать уже по факту на месте да спасибо большое анатолий анатолий тебе привет александр привет большой спасибо ребята за то что вы нам сдали это место мы никому его не расскажет что найдете сами ради бога а так самолет горят с моторами с винтами ну давайте посмотрим какое на самом деле едем мы опять же тем же составом три вездехода шерп идут это наш вездеход с тюнингом от жуков гараж 2 вездеход тоже с тюнингом от жуков гараж и 3 вездеход у нас пуст как квартира без обоев стандарте в базе так сказать ну и экипаж что делает у нас экипаж у нас опять самый молодой штурман это самый молодой шерповод пока которого мы знаем самый опытный становится уже да знаете как ловко из люка от веток прячется вот он воды себе взял подушки спальные мешки ну что ж ребят поехали это будет входить комплект кита герасим шерпа от жуков гараж а подмораживает Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Вот такой вездеходик от Жуков гараж новый вышел Скоро сделаем по нему обзорчик Очень интересная машинка И все вам расскажем, покажем Ну вот так у нас озвучивается общий сбор на обед Нас позвали, сейчас мы будем кушать Да, перекусик небольшой Причем на завтрак, обед и ужин у нас разная музыка стоит Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ягоды в ягодицах и порох в пахевицах еще есть, ребят Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok понятно что металл скорее всего вырубили металл вырубили самолета но вот это ребята лопасть винта и очень интересно вот кислородные баллоны а может быть бомба это ядерная как ты думаешь а не взорвалась вот такой ребята это по ходу собра от того что упал размах крыльев такой нормальный у него фюзеляжа вот остатки есть вот фюзеляже я получается стою вот такой вот или ли а вот целый лишь а вот это чем мотор как думаешь горелую нет ну вот она оплавилась смотри-ка от удара думаешь головки воздушное охлаждение ну что ж ребят вот такая картина получается вот давайте я вам сверху покажу как выглядит этот самолет хвоста у него нет вот где-то он здесь потерялся хвост у нас герну судя по 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 состоянию крыла он нормально приземлился он плюкнулся просто все то есть он не кувыркался ничего видно что капотную того самолета видно что он капотнул вот этим мотором зацепил его вишу взорвало вырвало смотал смотара моего двигатель тот на месте на месте на месте остался средства и вишца этот самый частью зеря же целая не разбитая вот это вот это вот у него был нос он целый не разбит так что скорее всего здесь где-то спланировал либо его его в воздухе и строй вывели но я шли бы ну причем качество металла смотрите это же прошло блин 60 70 лет 45 еще до 70 может подымем летом тушу он горел расплавлено ведь голова плавленый клапан лишь и я вижу его вижу вертолет как мы уже видим это брат близнец первого самолета который мы уже не раз показывали в наших видео мне стало интересно почему их тут столько и что интересного расскажет нам о них история но не из официальных сводок моменты из службы реального человека на реальном самолете вот что про самолеты службу на нем рассказал редюшев андрей федорович стрелок радист бомбардировщика ил-4 он участвовал 47 боевых вылетах самолетка бы ильюшина ил-4 я на нем служил аж до 1950 года это модернизация самолета дб-3 такой астроносы конечно ил-4 самолет не выдающийся он был трудягой мы его как ил-2 горбатым звали учитывая боевой опыт в экипаж ил-4 кроме пилота штурмана и стрелка радиста был введен еще четвертый стрелок чтобы прикрывать нижнюю полусферу условия для его работы своеобразные он лежит на полу пулемет вниз в люльке опускается прицеливаться нужно через перископ скорее отпугивать у стрелков ночных бомбардировщиков работы было немного в боевых условиях я стрелок радист все больше стоял у пулемета и когда совсем не в моготу говорил стрелку вальк постой за меня я с землей свяжусь он меняет одно неудобное положение он все время лежал на другое неудобное вертикальное а я сяду и отдохну ноги помассирую как-то сел положил руку на колено а там что-то маленькое теплое рука почему-то без перчатки оказалось к лицу поднес это мышь заморенная непонятно откуда взялась сознание потеряла от недостатка кислорода я маску снял ей протянул стрепенулась ожила я маску себе потом ей так мы с ней дышали через раз так было заведено экипаж с инструктором перед самостоятельным боевым вылетом должен был полетать вокруг по коробочке ознакомиться с географией потом слетать к линии фронта новичок штурман должен был в качестве стажера сделать три боевых вылета с экипажем имеющим боевой опыт совместно с опытным штурманом наш штурман стажер паша бузовский из такого второго вылета не вернулся через месяц в часть вернулась вернулся только командир экипажа титов в будущем наш комэск и герой советского союза а где его штурман где наш штурман стажер паша бузовский стрелок актырский где они все лежат неизвестно когда весь экипаж не возвращался никаких домыслов не строили но когда возвращался только командир экипажа появлялся шепот подозрения наверное на прыжок команды не дал и домыслы всякие командиры оправдывались да давал я приказ давал обычно вещи и койки тех кто не вернулся из боевого вылета неделю не трогали и если за это время хозяева не появлялись то вещи сдавали на хранение в коптерку эскадрильи там они хранились ну уж по крайней мере месяц а куда потом девались не знаю скорее всего отсылали родственникам свой первый вылет я и не помню не отложился в памяти значит ничего не было особенного какой-то невыразительный был первый боевой вылет безобидный что ли и малые цели не произвели впечатление а потом в памяти не сохранились а вот минск варшава будапешт брислау шетит штутгарт кёнигсберг пять раз летали и на берлин ну просто заели когда планировались полеты над морем мы в полет одевали спортжилеты они как жилетки у нынешних дорожных рабочих оранжевые в нерабочем состоянии совсем плоские при попадании в воду он автоматически надувался лодок в самолетах не было не знаю почему в балтийском море даже летом долго не поплаваешь вода холодная но не только плавать но и летать над морем неприятно и опасно особенно ночью в тихую погоду звезды вверху и внизу при маневрировании на малой высоте можно потерять ориентирование где вверх где низ нырнуть недолго вода она при ударе на большой скорости как бетон и в мелкие щепочки запомнился первый вылет на минск сцапали нас прожектора зенитки лупят вовсю во второй раз при подлете смотрим прожектора стоят а зенитки молчат командир по рации ребятки береги хвосты здесь истребители мы с валькой осматриваемся вижу одна трасса вторая докладываю командиру самолета не вижу стрельба по горизонту командир ворчит хреново но обошлось поскольку самолеты действовали в одиночку то многое зависело от командира экипажа наш никогда на цель не выходил в лоб с востока мне по самолетному переговорному разговоры были слышны и командир со штурманом подробно обсуждали как будто новую задачу решают на каждую цель выходили по особенному и по неожиданней для противника и чтобы снизить опасность пво и над целью что времени поменьше находиться и чтобы уходить побезопаснее как на цель заходим командир всегда моторы приглушал чтобы немецкие звукоулавливатели нас подольше не слышали у немцев к этой аппаратуре и главный прожектор и зенитки привязаны были когда при возвращении домой мы перелетали линию фронта считали что уже дома линия фронта сверху легко отличима везде светомаскировка а на линии непрерывно перепалки идут бывало и так что приходим с задания а наш аэродром бомбят приходилось садиться на соседних аэродромах ночные истребители для меня это экзотика какая-то может фольга которую мы сбрасывали помогала ночного истребителя ни разу не видел но к отражению атаки был готов все время было напряжение а стрелял я в основном по прожекторам иногда они после этого гасли может и попадал вот в прожекторное поле попасть это не забывается как в молоко погружающее летчик слепнет а самолет становится мишенью для средства сорок четвертом немцы наших пошибали в основном зенитками а пошибали из-за того что немцы стали применять локаторы для нас они были в диковинку тогда за время боевых вылетов ночи у нас ночников у всех глаза попортились зрачки стали расширенными плохо сжимались на врачебных комиссиях у меня это отмечалось до сорок седьмого года потом прошло но на этих комиссиях придирались в основном к летчикам и штурманам а нас со стрелком не трогали в нашем полку велся четкий учет сбитых немецких самолетов если истребители избивали то в основном днем ночью их летала единицы если кто сбивал немца то докладывал о месте и времени чаще всего это было над территорией противника но наша разведка работала и подтверждения приходили по времени и месту падения иногда подтверждение приходило через очень большое время но приходило стрелок нашего полка синицын василий сбил три истребителя противника с подтверждениями следствием ему было присвоено звание героя советского союза вот такая история одного человека прошедшего от войны на самолете или 4 кто знает где теперь экипаж и нашего найденного самолета земной поклон и вечная память тем кто погиб тогда за то чтобы мы могли жить сейчас ну как обычно стандартный наш набор этого гриль что в угриле мы еще пока не знаем такой приехал давайте посмотрим какая вкуснота по такое солнышко у нас закатная день короткий уже день после того как покушаем поедем на озеро поставил какое солнце сейчас может поднимем коптер и полетаем надо будет обязательно до михайл юрьевич у нас утепляется вовсю зимний трейл но как замечательно молодцом ну чтож давайте поднимем коптер а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Так, ну что, народ, нешуточные страсти тут развиваются. Две машины выбрались, третья машина никак не может пока. Не может подойти под прямым углом к берегу. Сцепляет одной стороной, разворачивается и уходит снова в реку. Для того, чтобы выйти, нужно подойти двумя колесами. Если вы подошли одной стороной, вас неизбежно развернет. Так, все. Можно считать, что выход состоялся. Все. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Так, ну все, поехали дальше. Немножко вляпались, да? Да, немножко вляпались точно. Вот это я нырнул вот по самые неболойки, да? И только финтрейл меня спас от полного затопления. Итак, народ, мы остановились для того, чтобы прочистить сетки. У нас поднялась температура. А это говорит, что мы проперлись через всякие разные пушистые преграды. Заслоны! Да. Все покрыто тьмой и мраком. Поэтому процедуру эту мы вам, скорее всего, не покажем. Но делать ее надо регулярно. Смотрите на приборы, не забывайте об этом. Смотрите на приборы, не забывайте об этом. Смотрите на приборы, не забывайте об этом. Все, ребята, мы приехали до площадки. Я думал, вот сюда, куда-то сюда нам нужно вставать. да привет штурман ну где ты спишь рассказывай нам вот тут спишь ну вот так ребят касян лег спать спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось если не трудно поставь палец вверх подпишись на канал расскажи что ты думаешь об этой серии в комментариях эти несложные действия помогут нам стать еще лучше конечно же оставайся с нами и смотри наши новые видео всего хорошего искренне ваш герасим шер